Основная цель семейной политики очень сильно зависит от того, какую же модель социальной политики проводит то или иное государство. В западной литературе сложилась классическая типология режима государства всеобщего благосостояния, который предложил Гёст Эспинг Андерсон, который выделил так называемые три режима welfare state или три режима государства всеобщего благосостояния или социальной политики. Это либеральный режим, это консервативный и это социал-демократический. И когда говорят о семейной политике и соответственно о ее целях, в первую очередь это очень сильно коррелирует с моделями социальной политики. Либеральная модель социальной и семейной политики исходит из того представления, что есть очень четкое разделение на публичную и приватную сферу. То есть государство выступает в общем-то в роли такого ночного сторожа, который контролирует, который обеспечивает выполнение правил. Но государство не берет напрямую ответственность за благополучие своих граждан. Все что касается личного благополучия, все что касается образования детей, все что касается здоровья и вообще организации нашей семейной жизни в рамках либеральной модели, это является исключительной зоной ответственности самого человека. И только в тех случаях, когда индивид не справляется, государство минимально помогает таким семьям. Примерами являются Великобритания и Соединенные Штаты Америки. И идея в данном случае такая, чтобы не дать семьям скатиться за такой нижний уровень благополучия. Но в целом нет представления о том, что государство должно помогать своим гражданам каким-либо образом регулировать и поддерживать свои родительские семейные обязанности. И противоположной по идеологии, по позиции государства является так называемая модель социально-демократической семейной политики. Это страны Северной Европы, в первую очередь это Швеция. Когда государство занимает другую позицию в отношении семей или граждан с семейными обязанностями, государство исходит из представления о том, что оно должно брать на себя достаточно большой объем и оказывает достаточно разнообразные поддержки семьям с детьми или гражданам с детьми. Это касается и выплат пособий, это касается родительских отпусков, это касается инфраструктуры, заботы о детях, детских садов и все прочее. Но при этом государство, беря на себя достаточно большой объем, оно исходит из представления о том, что оно хотело бы от граждан получать нормативные, скажем так, модели поведения. И специфика социал-демократической модели заключается еще в том, что проблема гендерного равенства, равенство не только в публичной сфере, не только то, что женщины имеют доступ к высшему образованию и также к доступу к оплачиваемой занятости. Но и гендерное равенство в приватной сфере, а именно в родительстве, является декларируемой целью, вокруг которой выстраиваются меры поддержки семейной политики. И третья модель, консервативная, очень быстро примером является Германия, когда государство оказывает поддержки индивидам. Но в целом проблемы гендерного равенства не стоят и не актуализируются в повестке дня политической. В общем-то, все, что связано с налогами, устроено таким образом, что семье скорее выгоднее на какой-то момент, чтобы женщина выполняла так называемую традиционную роль домохозяйки и занималась воспитанием и уходом за детьми. И, соответственно, детские сады, работа детских садов выстроена таким образом, что женщина не может работать или ей будет сложно работать целый день. Она может работать или только парт-тайм, неполный рабочий день, или вообще вот на период так называемого активного материнства, когда детям нужно оказывать очень много внимания и заботы. Женщины уходят с рынка труда и возвращаются только тогда, когда дети уже достигают старшего школьного возраста и могут, в общем-то, самостоятельно проводить досуг и все прочее. Любая из перечисленных моделей семейной политики, как правило, выстраивается вокруг двух типов поддержки. В первую очередь, это монетарные поддержки, это те пособия, собственно, это те деньги, которые государство нам, как гражданам, имеющие определенные семейные обязанности, количество детей и прочее, выплачивает на определенных условиях. С другой стороны, вторым большим пакетом являются так называемые сервисные. В основном, конечно, это сводится к детским образовательным дошкольным учреждениям, но включаются и достаточно широкие меры, которые направлены на то, чтобы семьям с детьми, родителям с детьми было достаточно комфортно существовать в городском пространстве для того, чтобы они были мобильны, для того, чтобы они могли пользоваться и включаться в городскую жизнь.